Дети слушают титулованную спортсменку, затаив дыхание. Еще бы, такой шанс выпадает не каждый день. Для занятий с Родниной были отобраны лучшие юные фигуристы. И они постарались показать все, на что способны. Кстати, Ирина Роднина преподает классическую, то есть советскую школу. Прыжки, перебежки, ласточка. У ребят все получается с лета. Олимпийская чемпионка кажется довольным. В Нижнем Новгороде или в городе Горьком здесь всегда была очень приличная школа фигурного катания. И были ребята очень хорошие. Был момент, когда это было утеряно. Вот на сегодняшний день могу сказать, что ребята очень прилично научены. Это просто заслуга тренеров. По основным моментам они очень прилично научены. Мастер-класс продолжается всего около часа. Ирина Роднина спешит на самолет. Но на автографе и фотографии время у нее все же находится. Поэтому, несмотря на падение и довольно строгий тон мастера, дети были в абсолютном восторге. Конечно, это неимоверное колоссальное удовольствие наблюдать за тем, как она рассказывает. О том, как она каталась и с воодушевлением смотришь на нее и желаешь, чтобы так же ты когда-то стоял и рассказывал детям. А вообще, вчерашний день выдался насыщенным на спортивные мероприятия. На втором этаже того же Мещерского фока, например, играли в мини-футбол. Да не кто-нибудь, а команда правительства во главе с заместителем губернатора Дмитрием Сватковским. Противник – команда известных нижегородских блогеров. Традиция есть, какие-то совместные акции проводить между, скажем так, власть имущими и теми, кто пишет о власти, о ситуации в стране и так далее. Блогеры сейчас такое движение, которое активно набирает силу во всей стране, во всем мире. Они определяют и повестку дня, и то, что будет происходить. Поэтому мы решили вот таким нестандартным мероприятием спортивным, как-то свою позицию выразить, пообщаться в неформальной такой форме. Блогеры проиграли с разгромным счетом 7-2, но, кажется, не особо расстроились. Как признаются сами, шанс на реванш еще будет. Их главная цель – сделать подобные матчи традиционными и привлечь как можно больше внимания к вопросам спорта. В правительстве этому тоже уделяют большое внимание. Приехал великий человек, трехкратная олимпийская чемпионка, показала мастер-класс нашим детям нижегородским. Я думаю, что это запомнится абсолютно на всю жизнь. Дай бог, чтобы из этой группы, кто сегодня получил мастер-класс, вышли чемпионы мира, олимпийские чемпионы. Будем на это надеяться. Но самое главное, конечно, то, что дети придут сегодня в физкультурно-оздоровительные комплексы, придут в секции. И сегодняшний матч с ребятами, которые сегодня активно используют интернет. В ближайших планах областного правительства соревнования по бадминтону, хоккейные матчи и другие состязания. По сути, не так уж важно, какой именно вид спорта. Главное, сделать занятия популярными среди молодежи. А еще областные министры мечтают сыграть в футбол на новом стадионе, который построят к чемпионату мира 2018 года.